Медомагнетизмом, счастье, любви не добьёшься. Ну тогда скажите, как достичь его. Наши эксперты знают. В эфире передача «Формула семьи». Добрый день, друзья! В эфире передача «Формула семьи». 13 апреля, 14.00. Мы поехали. Сегодня у нас четверг. В студии Эльвира Чепенко и Сергей Толоконников. Здравствуйте, Эля. И здравствуйте, радиослушатели. Ну что, сегодня у нас тема такая весенняя, актуальная, потому что многие пары думают уже о свадьбе, кто-то думает о детях, детский сад, школа, то начинается, то заканчивается. В общем, тема. Семейная мода «Чайлдфри». Озвучено, и дальше всё. Ну дальше ваши реплики. Дальше мои реплики. Значит, ведущий свою работу выполнил. Самое главное, давайте, для тех, кто не знает, скажем вообще, что такое явление «Чайлдфри», что это, о чём оно и почему? Ну, явление по, в общем-то, по этимологии совершенно понятное, да, то есть нет детей, то есть свобода от детей. Это в переводе с английского языка. Ну, этимология вполне англоязычная, потому что это само по себе движение, это движение. Вот мы говорим и о позиции, и о движении сегодня немножко поговорим. Оно зародилось вот как осознанное движение, вполне себе такое набирающее обороты в Соединённых Штатах Америки. Это было в начале 70-х, и вот с тех пор он набирает обороты, есть активисты, есть те, кто всё больше и больше по миру эту идею разносит. Это в Калифорнии произошло. А может быть, вы тогда ещё знаете, как именно, то есть первопричины, скажем так. Сейчас у разных пар разные причины. А что вот зародило это явление? Как вдруг? Вообще, ну, оно вообще такой, скажем, такой отпрыск феминистического. Отпрыск. Да-да-да. Рождено феминизмом, скажем так. Феминизм не хотел детей. Не хотим детей рожать, будем рожать разные такие вот идеи и направления. Ну, в общем, это сознательный отказ от того, чтобы рожать детей, чтобы в семье эти дети были. Это не... Здесь речь идёт не только о том, что... Давайте мы сразу обозначимся, мы не говорим о ситуациях, когда у людей есть с этим какие-то сложности. Они разного рода... Ну, прежде всего, физиологические какие-то. Вот есть проблемы с деторождением. К тому же Child Free – это следствие, грубо говоря. Ну, это не Child Free в таком философском смысле этого слова. То есть это же не идейный какой-то вот такой подход. Это совсем другое. Это просто вот, что называется, так получилось. Хотя об этом тоже поговорим насчёт получилось так и почему так может получиться или не получиться. Но когда мы говорим именно о таком сознательном подходе, то это вот люди, которые... Это не отказываются иметь детей, но это не только отказ от того, чтобы... Знаете, вот есть же ситуации, когда человек такое принимает решение, потому что он из определённых меньшинств, он из гомосексуальных соображений вот принимает такое решение, понимая, вполне понятно, да, почему, по каким причинам. Это совсем другое. Каковы причины вот такого сознательного отказа? По большому счёту их можно назвать два направления среди вот этих вот участников этого движения. Всего два. А я думала, море причин, столько людей... А всё остальное упаковывается. Вот первое. Это не любовь к детям. Есть такое. К детям как таковым... Да, и вот мы даже знаем, некоторые люди действительно воспринимают... Я знаю ни одного, ни двух, ни трёх. Я знаю людей, для которых сами по себе дети являются невероятным раздражителем и предметом фобии, нежелания вообще сталкиваться с существами, которые шумят, которые создают проблемы, которые задают совсем другой тон жизни. Это на уровне достаточно глубоком, на уровне психологическом. Но это вот такое вот очень глубоко укоренённая фобия. Если у такого человека появится ребёнок, можно ли сказать, что с большой долей вероятности этот человек будет своего ребёнка ненавидеть? Сложно сказать. Вот я... Давайте так скажем. Я полагаю. Это гипотеза. Я же не являюсь экспертом именно по этому вопросу, чтобы... А у вас трое детей, вы точно не эксперт. По шайл-три. Нет, ну можно же заниматься этой проблемой, можно исследовать, делать какие-то полевые исследования. Я этим не занимался, потому что, ну, есть чем другим заняться. Но я полагаю, и в этом смысле могу ошибаться, это моя рабочая гипотеза, что при рождении детей отношение к ним изменится. Кажутся такие инстинкты, материнские чувства, материнские, отцовские? Скорее даже не знаю. Я бы назвал это как раз не инстинктивным изменением, а другим. Это как раз то, что позволит за счет опыта собственного переоценить отношения. Это же не инстинктивные вещи. Ну, то есть чужие дети чужие дети, а свои, они другие. Могут, да, могут, да. Они действительно воспринимаются иначе. Вот довольно сложно это описывать, но они воспринимаются воспитателю в детском саду, что ваш ребенок особенный. У нее еще таких 30 особенных. Ну, конечно, они же, ну как, это твой особенный для тебя, а у меня-то их вам сколько, да. И в этом смысле это же не ее дети, это дети ее группы. Ну, понятно, а второе направление? Есть второе направление среди чайлдфристов, это направление людей, которые, и не будут терминологией здесь сыпать, потому что она никому не нужна. Это люди, которые не из, вот у них нету какого-то такого негатива, нету отношения плохого к самим этим маленьким существам, а есть просто желание, то есть есть желание жить самим, а дети воспринимаются как определенная абуза, как помеха для того, чтобы жизнь протекала у кого-то спокойно, у кого-то, чтобы она протекала, наоборот, бурно, у кого-то, чтобы она протекала интересно, у кого-то, чтобы она протекала весело. То есть это вот такой-то вот комок, который тебя якорит, и ты теряешь весь вкус, смысл краски жизни. Вот это вторая такая убежденная категория. И, честно говоря, мне она кажется гораздо более, скажем так, более многочисленной. Я с вами соглашусь, да. И это гораздо более сознательная часть вот этого вот движения. Я просто знаю одного Чайлод Фриста, который в конце концов, вот это была сознательная, да, вот такая позиция, нет, я против, потому что мне не хочется, не потому что я там не люблю, да я просто не хочу. Я не хочу связывать свою жизнь, я не хочу быть спутанным по рукам и ногам. Но когда у человека появился ребенок, это было нечто. Человек просто преобразился. Я почему эту рабочую гипотезу выдвигаю? Там была не фобия, да, там не было негатива, а там было что-то другое. Но вот это, когда сказали эту фразу, да, то есть есть желание прожить жизнь просто самим, чтобы не было такой помехи. Не кроется ли за этим всем просто страх? Страх воспитать ребенка? Кроется, конечно. Эль, ну, я план не показывал свой, но, собственно говоря, я к этому хотел подвести, потому что одна из причин, которая лежит в основании Чайлод Фристов, в основании их психологии, это действительно страх, настоящая фобия, которую они так или иначе кто-то распознает, а кто-то нет. Кто-то для себя способен сформулировать, что я не хочу, я боюсь потерять время, я его очень ценю, поэтому в сад все дети, ну, имеется в виду не в детский, а просто вот вообще вишневый сад, туда, к Чехову, а я хочу жить, я хочу наслаждаться этой жизнью. А есть те, которым трудно даже понять, потому что что-то такое происходило с сознанием человека, в его жизни что-то, он с чем-то мог столкнуться, он даже не помнит этого, что повлекло вот такое вот довольно сложное восприятие самих по себе детей. Почему-то бывает очень часто как раз уже при выходе из подросткового возраста, уже вот в юношестве, вот в этом юношеском периоде такая штука может сформироваться. Она очень загадочная, но тем не менее, ну, она с чем-то бывает связана. И это на то причин тоже может быть много. Но понять, осознать нельзя. У человека просто, у человека есть негатив, у него есть нелюбовь, у него есть раздражение. Причем оно такое очень-очень сильное может быть. Но это нужно проработать. Это можно и нужно проработать. Если захочется, конечно. И вот мы с вами поговорили о том, как, когда, почему. Но надо сказать-то ведь еще такую вещь, что это движение, оно набирает обороты все больше и больше. Что у представителей этого движения, если в начале 80-х их уже стали подсчитывать, причем подсчитывать можно было, потому что их стало много в США, прежде всего, они хорошо с статистикой работают, гораздо лучше, то их было, скажем, 2,5%, где-то около того. Через 10 лет их стало 4%, а в середине 90-х их стало 6,5%. Вот приблизительно такие цифры. Селянка, хочешь большой, но чистой любви? Да кто же и не хочет? Вы слушаете передачу «Формула семьи». Телефон прямого эфира 8 800 333 17 06. Продолжаем эфир на тему семейной моды «Чайлдфри». Почему же пары не хотят заводить детей? В чем кроется причина или страх? Сегодня нам рассказывает Сергей Толоконников. А вы, друзья, делитесь своими впечатлениями, ощущениями, пишите нам, звоните. 8 800 333 17 06. Это номер прямого эфира. Давайте ключевой вопрос зададим нашим слушателям. Ну, мы не задали вначале. Зададим сейчас. Кто вам помешает? Ладно, давайте такой вопрос зададим тогда. Друзья, на ваш взгляд, вот такой взгляд на жизнь, он с вашей точки зрения, он безобидный или он очень-очень вредный? Грубо говоря, вот он такой вредный, опасный или просто же это же выбор каждого и все. Ну, кто-то так решает, кто-то так. Чего же мы с вами будем кого-то куда-то агитировать? Вот как вы считаете, он безобидный, потому что никто же никому не мешает, или он с вашей точки достаточно вредный? Если вы аргументируете еще и почему, будет совершенно замечательно. Ой, у меня все кипит, но я не слушатель. Я не буду отвечать на этот вопрос. Предоставлю первое слово нашим слушателям. А потом посмотрим. Друзья, можете звонить, можете писать. Ну, будет здорово и то, и другое. Есть еще категория людей, которые тоже попадают в child-free. Ну, это категория таких отказников, которые зачастую, назовем их отказники, да, вот таким вот словом, которые, скажем, в своем движении по жизни, они, есть отказники, которые выстроили свою жизнь таким образом, что они просто оказались, что называется, вот в этой ситуации, потому что им уже оказалось поздно. Они не собирались быть child-free, они не собирались, вообще-то, оказаться бездетными, да. Но подождите, это разве не та категория людей, о которой мы в самом эфире начались? Нет, нет, вот почему. Я поясню, почему это не та же категория людей, потому что эти люди выстраивали свою жизнь таким образом. Когда у тебя с физиологией проблемы, когда у тебя вопрос репродуктивности стоит просто на физиологическом уровне, это другое. Ну, а здесь уже по возрасту положено задаваться такими вопросами. Ну, вот в том-то и дело. И человек задавался сначала по возрасту, а потом, ну, а у него была впереди карьера, например. Ладно, да, я поняла. Таких примеров много очень. И человек думал для себя, что вот, ну, немножечко еще, еще чуть-чуть, еще 10 тысяч ведер, и вот как бы ключик наш. Но просто не успел. Вот один вариант. Другой вариант, что кто-то очень, знаете, как он, не такой вот отказник, который, знаете, вот он заранее решил и так прожил, да. А он для себя пытался понять, вот, а сейчас пора или не пора. И вот в процессе он сначала хотелось, но, например, не получалось. Потом вдруг подворачивалась какая-то ситуация. Вот есть же проблемы, с которыми ты сталкиваешься, их же тоже надо как-то решать. И вот человек окунался с головой, и он мог несколько лет решать какую-то проблему. А потом у него возникала другая какая-то ситуация. Это не проблема, а теперь же нужно пожить, можно уже теперь. Я же проблему решил какую-то. Кто-то проблему решает, кто-то боится просто самого процесса рождения, да. Не принципиально, не до каких-то таких коликов во всем теле. Но это неустойчивый отказник, но который оказался тоже постепенно, вот он то да, то нет, то да, то нет, и оказался он просто в ситуации, когда уже просто тоже нет. Вот это все можно называть как раз таким, это представители child free. Либо осознанные, либо неосознанные. Это все, они все равно сознательно каким-то образом здесь участвуют. Неосознанные здесь мы не рассматриваем. Да, понятно. Вот. Просто их сознательность может быть дискретная. Вот у него один кусочек был вот такой, потом он поменял, потом опять такой. А кто-то просто думал, что он успеет, все сложится. Но вот не сложилось. Ну и как же вы, Сергей, относитесь к child free в целом? В целом к child free я не отношусь, я представитель другой категории, поскольку у меня трое детей. Мое отношение к сознательному движению, ну скажем так, если человек представитель, я было дело тут заходил в чат и к ним, ну там достаточно грустно. И я могу сказать, что это вызывает, ну какое-то очень, очень, очень странное впечатление. К представителям сознательного отказа я отношусь скорее с сожалением. И, ну, есть определенный негатив. Я считаю, что это неправильно, да. Но каждый представитель, знаете, для меня сама по себе категория – это одно, позиция – это одно, а люди – это немножко другое. Потому что, когда ты можешь разговаривать с человеком, для меня это предпочтительнее. Обезличенное вот что-то, ну, это всегда очень просто определить, но всегда есть большой спектр, потому что это люди. И вот к людям я отношусь хорошо, а к позиции такой я отношусь плохо. Почему? Задам другой вопрос. Зачем нам дети? Что это, кто это, зачем и почему? кто это? Почему конкретно, почему конкретно вы должны… Ну что же это за звери, из чем их, да. Почему конкретно вы должны были родить трех детей? Почему вот так? Ну, вообще изначально мы планировали с супругой именно трех детей. Почему? Зачем вам дети нужны были? Нам посчиталось так правильно, мы долго об этом разговаривали, мы очень долго к этому подходили. Объяснить это, ну, скажем так, тут есть какие-то рациональные вещи, а есть какие-то интуитивные. Для меня есть первый рациональный аргумент, что должно быть воспроизводство, это правда. Почему? А потому что это в этом реализация заповеди, которую дает Господь. Раз уж мы подобрались к этой теме, то, дорогие слушатели, перед эфиром я тоже немножко так монстровала Сергея на эту тему. Сергей у нас пастор. Сергей, тогда скажите, является ли child-free прямым нарушением заповеди, а, соответственно, грехом, и, соответственно, пара, которая не рождает детей, она пойдет в ад? Ну, является ли это нарушением заповеди? И является это нарушением заповеди, когда это у тебя сознательная установка. Но нарушение заповеди – это же грех? Нарушение заповеди – это грех. Значит, явление child-free – это грех. Да, оно, по сути, свое, оно греховно. Значит, люди, которые отказались от детей, пойдут в ад? Если человек устойчиво… Вот почему я… Можно сказать так, но дело-то ведь не в этом. Дело в другом. Дело в том, что, ну, слава богу, не я распределяю людей, потому что боюсь, что слишком перенаселен был бы этот пункт. Из земных штатов, да? Не-не-не, наоборот. Многих бы определил туда, куда, может быть, они не заслуживают. Дело в другом. Это не мне решать, но дело в том, что само по себе, я хотел об этом говорить позже, само по себе отношение людей к заповедям, на мой взгляд, оно же как… Если говорить о том, что это закон, то и нарушение его тебя просто туда приводит. Это просто последствия, да? Но я воспринимаю заповеди как своего рода дорожные знаки. Для меня это… Вот такой ориентир они имеют. Когда ты едешь, и тебе показывают, свернуть надо. Есть такие знаки, да? То есть они тебя направляют. Если ты не сворачиваешь, то удивляться, что ты попал не туда, очень-очень странно. Есть знаки, которые запрещают. Ну, а если ты нарушаешь… Если ты проехал на кирпич… Ну, да. И тебе навстречу выехал самосвал. Жалко, конечно, птичку. Ну, милый ты человек. Ты же видел кирпич. Yes. В этом смысле. Я воспринимаю их вот так. Ведь не в том дело, что Бог, он сидит и отслеживает. Знаете, со снайперской винтовкой «А!» Выполз, нарушил, шлеп его, и все. Дело вообще не в этом. Он, наоборот, предупреждает то, что он считает важным, но он об этом говорит. Важным является, например, такая вещь, как почитание родителей. А как это происходит реально? Вот на сегодняшний день это же заповедь, через которую мы можем получить долголетие. Кто в это верит? А кто пытался отследить, сколько людей, исполняя это, действительно в свою жизнь получают то, что Бог обещает? Я с удивлением обнаружил, я не занимался такими социологическими исследованиями, но по своей собственной семье, я имею в виду не мою семью, маленькую, а по родственникам увидел, потому что большая часть моих родственников не являются, как сказать, с моей точки зрения, не являются христианами. Большая часть из них уже их и нету, но жизнь складывалась так, что почтения к родителям не было. и самое удивительное, дети уходили, нередко уходили из этой земли раньше родителей. Было такое предупреждение, но вот факт остался, когда я посмотрел на это, я, конечно, удивился. Там, у кого было по-другому, и по сей день складывается по-другому, там и семьи другие, и жизнь другая. Подождите. Ну, хорошо. Вот у меня нет детей. Дорогие слушатели, поймите, если я занимаю какую-то позицию, это не значит, что это мое искреннее верование и так далее. Просто нужно же аргументировать другие точки зрения. Вот у меня нет детей, но я уважительно отношусь к своим родителям, я их почитаю. Почему? То есть вы сейчас говорите о том, Причем здесь дети, да? Вы сейчас говорите о том, что как бы внуки это и есть почтение, что ли, или что? Ну, вообще, конечно же, я просто привел пример. Я привел пример, как работают заповеди, потому что многие, мы же говорим, а кто куда пойдет? Кто куда пойдет, я затрудняюсь сказать, но думаю, что чем более человек сориентирован на этими заповедями, цель же не в том, чтобы соблюсти даже их, но заповеди, на самом деле, очень многие из них показывают, в какую сторону человек повернут. В одну или в другую. Вот как бы на юг или совсем противоположно. И думается мне, что большинство отвернутых от Бога, идущих в сторону от Него, у них шансов мало. Чем старше становятся люди, тем больше они понимают, почему-то, для меня это пока загадка, важность того, что они родили или, наоборот, не родили детей. Да. Вы знаете наверняка такого певца, он участвовал недавно в «Голосе», Баста, то есть Василия Вакуленко, не суть. Недавно у него вышла песня при участии очень многих разных артистов тоже, и там была фраза такая, «Я буду петь голосами своих детей и голосами их детей». То есть он выстроил такую важную линию, что как же это правильно объяснить? На самом деле, действительно, многие люди считают, что вот дети — это как будто бы их продолжение. Там, конечно, другие функции иногда включаются, что мы пытаемся детей куда-нибудь отправить в танцы или в бокс, чтобы они осуществили наши собственные мечты, но это отдельная тема для разговора. А так мы считаем детей продолжением самих себя. Но это же неправда. В какой-то части так, но у каждого своя жизнь? Конечно, своя. Я в данном случае не являюсь сторонниками, ну, то есть я не принадлежу к сторонникам тех, кто вот так как-то очень жёстко привязывает, что вот родившийся ребёнок, он вот просто продолжение. Это отсюда все мечты о сыне, как о наследнике, и раз ты не можешь мне родить сына, я от тебя ухожу. Оно для меня уж очень приземлённое. И для меня оно уж очень такое собственническое, мелкособственническое. Да как живёт наша страна-то? Живёт. Вот так она и живёт. Это действительно представление? Ну, если спрашивать меня, да. Вот у меня не такая позиция. Я понимаю, что мои дети, они должны прожить свою жизнь. Но я же им должен помочь как-то в этой жизни, сориентироваться. Но когда ты даёшь чему-то жизнь... Друзья, вот давайте теперь... Кто такие дети, зачем они нужны? Когда ты даёшь чему-то жизнь, ты чувствуешь в себе раскрытие того потенциала, который в тебе есть. Это удивительная вещь. Посадите цветок. Замечательно. Это классно. Один мальчик, ему 7 лет. И вот он тут посадил штук 40 семечек. И когда они начали всходить, он бегал с этим тазиком, с выпученными глазами, с невероятной радостью. Он был в шоке. Видя, как вылупляются эти семечки. А они же быстро растут. Как это меняется на глазах. Каждые несколько часов уже сильная перемена. Он просто был в шоке. от того, как семечки прорастают. Ну, посадите. А когда ты видишь, как раскрывается ребёнок, это же не семечка. Так понимаете, в чём дело? Ну, я сейчас понимаю, что сравнивать цветок и ребёнка это совершенно глупо, но ты цветочек как бы полил, емлю ему там, удобренную торфу подкинул, и всё. А ребёнка недостаточно кормить и поить. Его нужно воспитывать. Это психология. Это очень много... Да, это много ресурсные затраты, безусловно, финансовые, эмоциональные. Если даже собак надо дрессировать... Да, но обратите внимание, на собак мы согласны. Тем не менее, дрессировать это не воспитывать. Собаки никогда не станут 15-летними подростками, которым нужно будет объяснять, что такое девочки, что такое мальчики и так далее. Собаки, они остаются на уровне трёхлетнего, по-моему, если люди рожают детей почти как собачек, я тоже против. Когда люди, вот принято называть, заводят, мне не нравится... Вот собак можно заводить, да, можно заводить канареек. А детей заводить нельзя. Детей не надо заводить. Детей надо рожать. И о детях надо заботиться. Вот канареек... Это всё классно, всё понятно. Я не против животных. Я вообще как бы... Про другое просто говорю. Вот речь идёт о чём? О том, а где у нас причины кроются всего этого? Одна из причин, мы уже озвучили, это страх, это действительно страх. Ну, хорошо. Ну, а чего боится человек, когда он в своём сознании говорит, я не люблю ребёнка, мне он не нравится? Он чего боится? Ну, для меня это загадка, мне кажется, это просто небольшая патология какая-то уже, или травма вполне возможна психологическая. Такое может быть. Я даже могу не помнить, откуда она у меня появилась. Сам человек может не отрефлексировать. Почему? Но человек боится своего дискомфорта. Это да. Ну, а как же? Ну, нету важных вещей, происходящих в жизни человека, которые приходят в абсолютно комфортном его состоянии. Всегда очень важные вещи вводят его из зоны комфорта. И тогда человек способен по-другому на что-то смотреть. Это первое. Чего ещё боится человек? Что он не справится. Здесь очень важным является тот аспект, что вообще-то, если бы не было какой-то поддержки, мы так мало с чем могли бы справляться. Я, ну, это пускай будет в тему. Я грустную историю расскажу. Мне недавно пришлось участвовать в похоронах двухлетнего ребёнка. Он просто выпал из окна. Это невероятно грустно, но совершенно понятно, что есть вещи, когда просто хранит Бог или не хранит. и когда ты не можешь за всем уследить. В этом смысле я поэтому теист, человек, который верит в то, что есть Бог и верит в то, что этот мир ему подчинён. И верит, что Бог действительно очень внимательно ко всему относится. Я верю, что он помогает мне во множестве ситуаций, с которыми я справиться бы не был в состоянии. То есть вы прямой поклонник поговорки «Бог дал зайку, даст и лужайку». Yes. Я прямой поклонник, потому что не поклонник, это, наверное, неправильно сказано. Я это исповедовать готов, потому что есть в Писании слова. Тот, кто сделал так, что человек, женщина забеременела, он даёт ей силы в родах. Когда он даёт силы родить, он даст всё, что нужно, чтобы воспитать, чтобы позаботиться. Теперь вот меня прорвёт по поводу родителей. Ждём. Значит, есть такой прорыва вообще ни разу не замечательный, но с какой-то точки зрения смешной паблик, это группа такая в социальных сетях, в частности ВКонтакте, «Я же мать». Таких много. «Я же мать» — это такой феномен. И ещё он же ребёнок. Не он же ребёнок, хотя хочется иногда так называть, а он же ребёнок. Это, значит, феномен такой, когда мама, несмотря на адекватность, объективность и так далее, ведёт себя вот просто вот как она хочет. И она не мама, а она именно мать, которая кричит всем, «Я же мать, поэтому мне всё положено». По поводу, значит, родов. Ситуация. Продаётся велосипед за какую-то там сумму 7 тысяч рублей, по-моему. Скоростной, такой классный, всё. Он стоит там 15 или 16, новый в магазинах. Пишет вот такая вот «Я же мать». Таких ситуаций миллионища. Я просто сегодня, то ли готовясь к эфиру, то ли просто получая удовольствие, читала этот паблик с этими историями, и у меня глаза на лоб лезли, как вообще так может быть. Пишет «Я же мать» о том, что она хочет этот велосипед, но ей говорят, цена такая-то. «А сделайте мне, пожалуйста, скидочку». Внимание, мне 20 лет, у меня нет мужа, и у меня четвёртый ребёнок. Я первого в 15 родила. И у меня челюсть, мне кажется, ниже колен упала, потому что «Как так вообще?» И она говорит, «И вообще не скидочку, а бесплатно. Я же многодетная мать, отдайте мне, пожалуйста». Продавец ей говорит о том, что «Извините, пожалуйста, я понимаю вашу ситуацию, но как бы я-то не виноват в этом, во-первых». Я бы не дал ей ничего. Так никто не дал. А во-вторых, говорит, «Я не обязана решать ваши проблемы, извините». В ответ сыпется, «Ах ты, матом-матом-матом, да ты тварь, да как ты можешь, да мне все должны» и так далее. Нет, ну бывают же сложности с, скажем так, с головой. Подождите, пожалуйста, это миллионные сообщения паблики, там в этом паблике 800 с лишним тысяч и огромное количество таких постов. Это сплошно неадекват. Знаете, что мне кажется? Так. Это, как сказал наш коллега, это будет статей эфира, у некоторых мамашек с родами вытекает вместе мозг. Правда. И глядя на вот это вот всё, я действительно боюсь, что со мной это тоже может произойти, потому что какая-то переключалка в голове срабатывает, что теперь весь мир крутится вокруг моего ребёнка. Не только я, а все остальные тоже должны крутиться по какой-то причине вокруг моего ребёнка. Такого не произойдёт с вами. А у них же произошло. Я не думаю, что эти люди... Ладно, 15 лет рода, это окей. У меня есть сильное подозрение, что... Ну, давайте мы сейчас будем... Ну, такая грубая была взята уже метафора, да, что мозг вытек. Ну, я уже в метафоре буду двигаться. Двигайтесь во всех метафорах, которые только можно. То есть, заметьте, я это предложил. Мне кажется, что там ничего не вытекало, там нечему было течь. И показателем, доказательством того же моей гипотезы является то, что девочка родила в 15, и это уже четвёртый, и папы там нет. Там, я так подозреваю, наверное, четыре разных. Но дело же в другом. То есть, нет, людей не... Есть интеллектуальные способности, а есть деграданты. Ну, понимаешь, есть другие ситуации. Женщине 27 лет, она первого родила в 24, второго вот ждёт на подходе. Адекватный возраст, адекватный возраст. За несколько месяцев до родов муж её бросил, ушёл к другой. Она ничего не может поделать, но он ушёл. Другой вопрос, почему? Это они разбираются. У неё были мозги? Почему она ведёт себя точно так же и просит какие-то, я не знаю, я уже не помню, что она там просила, сумочку от Селин, которая стоит то ли 60 тысяч, то ли сколько, я не помню. Она просила за бесплатно. Вот здесь же по этому поводу есть довольно большое количество шуток, и это шутки, поскольку они близки к жизни. Беременная женщина, это другая история. Там правда очень сильные гормональные идут перепады, причём они регулярно происходят. И здесь нельзя сказать у кого как. Вот у моей супруги такого не было ни одного раза. Я не бегал по ночам никуда, не было такого, не было таких жутких вкусовых изменений, с ней этого не происходило. Поэтому вот я оказался в этом смысле лишён вот этого вот удивительного, весёлого процесса, когда муж действительно должен достать ананасы с огурцами солёными одновременно, потому что вот очень хочется сейчас. Положить это всё в какой-нибудь бисквитный торт, потому что вот именно такое сочетание хочется. Но это одно. Другое дело, мы же говорим, в принципе, о том, что человека заставляет, и в чём причины, и как к этому относиться, что человека заставляет сознательно отказаться от того, чтобы детей иметь. Потому что, как правило, представители, сознательные представители child-free, они же стерилизацией занимаются. Ну, стерилизация, в принципе, вообще давно существует, как медицинское явление. Но сейчас есть в Индии очень интересная программа, мы тоже обсуждали перед эфиром. Там есть не то, чтобы принудительная стерилизация, но, скажем так, государство тебе поможет, если ты бедная, ну, чтобы тебе не рожать детей, как бы двух родила, нормалёк, иди, мы тебя простерилизуем, и больше рожать ты не будешь. Ну, это же про другое, да, то есть здесь же вот... Демографическая политика. Да, это демографическая политика, это всё связано с такими какими-то другими уровнями. Мы же не можем сейчас решать политический вопрос. Мы можем решать вопросы абсолютно вот такого уровня индивидуального. Но людей заставляет... Вот ещё раз вернёмся, да, а что ещё может заставлять людей, кроме страха? Кроме страха, на мой взгляд, заставляет людей отказываться от рождения детей эгоцентризм. Вот, и на мой взгляд, он даже в большей степени заставляет. Вот как он проявляется? Проявляется-то же он в желании... Ведь не просто человеку хочется хорошего. Вообще, ну, с моей точки зрения, психологическое здоровье, его показатели в том, что человек себе неплохого хочет. Вообще-то это вот как-то для меня аксиоматично звучит. Гедонисты — это не странные люди, да. Нет, гедонисты — это другое. Гедонисты — это люди, которые сделали своей... Целью своей жизни получение удовольствия. А есть ещё следующая стадия — эвдемонисты. Это когда уже есть зависимость от получения удовольствия. То есть если ты не получаешь удовольствие, ты не видишь смысла жить. Да. В этом смысле это прямая уже связь. Это следующий шаг. Но у меня вопрос, друзья. Ну, никто нам не пишет, не звонит. Нет, тишина. Видимо, мы очень бурно, интенсивно спорим, и нашим слушателям интересно. Такое тоже бывает, хотя я далёк от этой мысли. Но я всегда считаю, что, видимо, неинтересно как раз. И тема неактуальна, потому что, когда человек слушает, как кто и о чём спорит, то ему хочется включиться. Ну, ладно. У нас такая тема, мы другую уже не будем сюда вставлять. Так вот, на мой взгляд, такой эгоцентризм, он показывает суть человеческой несостоятельности, потому что человек не смог противостать, не смог противопоставить ничего. Просто такому абсолютно понятному, абсолютно человеческому с этим ничего не поделаешь, но абсолютно пустому целеполаганию. Цель жизни – удовольствие. А тут цель жизни – нарожать кучу детей, да? Не умея их воспитывать, нет возможности их содержать, и ты бегаешь по магазину, и всё ему разрешаешь. Не цель жизни, хорошо, нет, не цель жизни – нарожать детей. Это не цель жизни. Но цель жизни – сделать то, для чего ты пришёл на эту землю. Ребёнок потом превращается в смысл жизни, понимаете? Жизнь у многих мамаш без ребёнка теперь всмоз. Ещё раз. Мы можем посвятить не одну передачу тому, что ребёнок не должен становиться целью жизни. И я противник этого. И я не считаю, что это нормально. Так не должно быть. Ребёнок не является целью жизни. Но целью жизни не является также и получение удовольствий. То есть у нас есть где-то слева до конца альтруизм по отношению к ребёнку, и где-то справа до конца – получение удовольствия. Мы должны найти золотую середину. Мы должны найти что-то другое. И там вот же, да, кошка. И, конечно. Владимир, мы ждём вас. Сегодня я с вами на одной волне. Кошка, да. Владимир, вам удалось таки всё-таки своими настойчивыми звонками убедить нашу ведущую, что всё-таки кошке – это важно. И это важнее, чем семья. Вы разрушили программу. Я даже не знаю, что теперь делать. У нас сообщение есть. Слава из Хабаровска пишет. «Плодитесь и размножайтесь». Ну, заповедь вот эту. Адам исполнил. А дальше, если смотреть на это как на заповедь, ну, то есть как? Мы же не одноклеточные. Мы же, говорят, не одноклеточные. Когда вот я слышу то, что Эля сообщила про девушку, родившую 14, мне кажется, она одноклеточная. Вот тут, ну уж как... Да понимаете, как будто для вас это нонсенс. Я не знаю, я вот... Ну, для меня... Нет, для меня это нонсенс с точки зрения человеческой. Я, конечно же, таких людей встречаю довольно регулярно, да? Илья Богданов ещё написал нам. Илья изъял. Ты добрый день. Слушает её ещё как слушает. Ну вот я ведь, я же говорила. Спасибо, друзья, что вы нас слушаете. Мы не одноклеточные, потому что если бы мы были одноклеточные, у нас не было бы выбора. Друзья, когда весь мир стал таким, что деторождаемость стала... У нас не повышается деторождаемость, у нас повышается выживаемость детей, и происходит это в 20 веке. Когда уже нет столько проблем с тем, чтобы ребёнка вырасть, выходить его до состояния хотя бы вот какого-то такого, там, пятилетнего, да, уже этих проблем нет. И когда тебе не нужно рожать по 10 детей, чтобы они потом в старости тебя кормили. Да. Ну вот, друзья, ну ведь как? С моей точки зрения это тоже подход. Он, конечно же, имеет место быть. Это опять прагматика. Ну, зачем нам дети? Ну, за тем, чтобы вот стакан воды подать. Вот это вот такое определение. Слуга принесёт, как сказала, я не помню, кто одноклассник. Совершенно верно. Я же против этого. Но я против того ещё, чтобы просто в прагматику впасть. На сегодняшний день нам нет необходимости физической рожать детей. Если говорить о чате, в котором я был, мне было просто интересно, о чём люди говорят. Потому что есть какие-то люди, которые пытаются примерить на себя эту позицию. Вот они входят там, спрашивают, их там поливают, типа, Салабон, иди поучи, почитай в интернете, по гугле. Но там разговоры тёт о том, он же задаёт человек вопрос, а что будет в конце жизни? А ответ ему, пардон, а тебе, ну, я так, потому что не могу здесь выражаться, да? А тебе не всё равно? А тебя это касается, да, я поняла. Какая разница? Всё. Это вот ещё другая ситуация. Это мировоззренческий вакуум. А это разве не одноклеточное существование? Речь же идёт о том, что в каких-то вещах человек действительно раскрывается. Ты раскрываешься в том числе как родитель. А кто-то очень сильно, правда, раскрывается. Знаете, что видел? Да, люди меняются. Они по-другому начинают относиться к самим себе, к окружающим. Они становятся не такими порой жёсткими, потому что, когда он проходит все эти стадии, где-то до возраста, там, 10 лет ребёнка, он начинает понимать своих родителей. Всё по-другому. Тех, у кого нету детей, им сложнее всё это пройти. А я немного про другое хочу сказать по поводу раскрытия. Недавно видела сообщение такое, абсолютно безграмотное. Я даже боюсь сейчас правильно передать, как это было написано. А если 4 месяца не стал учёт, можно ли роддом ехать? И следующий ответ. Но почему именно эта категория людей просто плодит детей как конвейер? Да. Вот у меня тоже большой вопрос. Почему же именно эта категория людей так широко раскрывается, как родитель? А образованные люди, которые могли бы своему ребёнку дать будущее, могли бы изменить общество, они предпочитают не рожать. Мне кажется, потому что они смотрят на вот это вот всё, которое превалирует, и думают без надёга. Да дело ещё вот в чём. Это твой выбор. Я, например, вспоминая Немцова, понимаю, что у него не было... Вот у него не было никакой безнадёги. Четверо детей. Он сознательно совершенно, у него были возможности разные, у него была необходимость в том числе карьеру делать, но человек выбрал, и он делал вещи, которые... Понимаете, это же не просто прагматика, это что-то же другое ещё. Это иррациональные какие-то установки, но с другой стороны, это и просто твоя жизнь. Да мне страшно своего ребёнка будет вот в этот социум выпускать, потому что ты не можешь уследить за ним в детском саду, где мальчики с трёх лет матерятся, пристают к девочкам. А извините меня, по данным гинекологов, девочки в выпускной группе из 50 штук 10 уже не девственницы. Я не хочу, чтобы мой ребёнок в этом обществе существовал. Понимаете? Поэтому я отказываюсь от того, чтобы рождать своего ребёнка. Плохо, невозможно плохо. Да, понимаете, как в начале эфира сказала наша пара знакомая, одна не хочет рожать детей, потому что она их не любит, а вторая хотела бы, но только не в этой стране. А мне кажется, не в этом мире. Ну, хорошо. Но с таким подходом можно только застрелиться, дорогие мои. Да почему? Живите себе в удовольствие ездить, путешествовать. Это показатель. Я не могу туда выпустить живое существо. Маленькое, маленькое. Там крокодилы плавают, там динозавры, птеродактили. Маленькое беззащитное существо, у которого ещё ничего не сформировано. Я об этом. Маленькое существо, ничего не сформировано. А кто я-то? Я-то что? Я водоросли, что ли? Я инфузория. У меня чего-нибудь сформировалось. Сформировалось. Ну, так вот, это сформированное должно помочь мне жить в этом мире. И я это сформированное во мне могу и должен передать этому существу. Этот мир действительно много зла содержит. Но в нём не только зло, во-первых. А во-вторых, кто я в этом мире? Вот же важный вопрос. Вот это то, что должно определять нас как христиан, в конце концов. И когда мы говорим о том, что мы же почему затеваем этот разговор? Да потому что, друзья, есть две причины. Первая причина, когда вы заключать собираетесь брак, когда вы о супружестве думаете. А вы вообще поговорите, как вы собираетесь двигаться вместе. Может быть, ваш разговор о детях, о деторождении сильно удивит вас, что ваш, что называется, суженый, он вообще принципиальный противник того, чтобы дети были. Так вы сейчас, у вас есть возможность, чтобы как-то ситуацию более-менее отследить. С другой стороны, не попадите вот в это болото откладывания, когда вы просто по ходу собственной жизни окажетесь child-free, не потому что вы устойчиво и прям идейно разделяете эти взгляды, а потому что вы просто посмотрели и не успели. Есть два примера. Среди советских актеров меня не...